Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока. Система. Блок. Техническое обслуживание. И давайте по пунктам здесь пройдемся. Очистка кэша. То же самое можно вызвать с панели управления, если, конечно, вы не отключили эту кнопку. То есть быстрый доступ отсюда. Эта дублирующая ссылка находится также здесь. Когда кэш на сайте у вас не включен, вы будете видеть здесь пустую страницу. Как это работает, когда кэш включен? Давайте посмотрим на примере. Перейду в общие настройки. Система. Кэширование у меня отключено. Я включу кэширование. И нам нужно еще включить плагин кэша. В списке нахожу системный плагин кэш страницы. Включаем данный плагин. После включения можно просто обновить любую страницу вашего сайта. После этого начнет кэш записываться. То есть сейчас кэш у меня на сайте включен. Давайте перейдем к панели управления. Очистка кэша. Как только вы кэш включили, здесь будет вся информация, то есть запись кэшированных элементов сайта и количества. То есть это страница, меню и так далее. Что такое кэш? Об этом я говорил ранее в уроках. Зачем вообще вот эта вам страница? Допустим, сайт у вас функционирует, вы что-то изменили на сайте. Если, конечно, вы не используете дополнительных никаких плагинов для автоматической очистки кэша. Такие плагины, например, кэш-клинер. Если вы такого не используете, то кэш вам надо будет чистить вручную. Допустим, вы добавили статью на сайт и хотите сразу посмотреть на нее, как она выглядит на фронтальной части сайта. Но если сайт закэширован, сразу вы не увидите данную статью только через заданное время. Если вы время не меняли, то 15 минут. Поэтому, если хотите сразу посмотреть, чтобы кэш не отключать, достаточно просто выделить на этой странице весь кэш и очистить все. Потом пройти на сайт, обновить страницу, и статья тут же появится на сайте. Дальше проверка базы данных. Очень важный момент. Здесь обращайте внимание, чтобы всегда стояла галочка. После переезда миграции с Joomless 3 на 4, об этом у нас было видео, надо будет проверять базу данных. После обновления расширения, установка дополнительных расширений. Всегда смотрите, чтобы база данных была в актуальном состоянии. Если здесь какие-то показаны моменты, то выделяем их, которые требуют исправления, и нажимаем исправить. То есть мы этого момента уже касались. Дальше снятие блокировок. У меня сейчас стоит единичка. Какой-то элемент у меня заблокирован. Что это такое? Позволяет администраторам выполнять глобальную регистрацию всех ожидающих в настоящее время или заблокированных элементов. То есть блокировка элементов, например, статьи и пунктов меню, полезна, например, если статья заблокирована пользователем, который открыл ее для редактирования и так и не завершил сеанс редактирования. В этом случае другие пользователи не могут редактировать эту статью. Как это работает на практике? Это будет весьма полезно, если десятки людей одновременно, то есть большой сайт и одновременно 10 администраторов работают с сайтом. Пока один человек открыл статью или пункт меню или еще другой элемент сайта и работает над ним, другой человек туда не зайдет, он увидит замочек напротив статьи, пункта меню и так далее. Мы можем сейчас вызвать это искусственно, чтобы посмотреть, как это работает. Например, я зайду в пункт меню, у нас по умолчанию создан пункт меню главное, у вас он будет называться home, если вы его не переименовали ранее. У нас еще будут серии уроков про меню и про ссылки вообще в целом. Просто статьи у меня нет, поэтому я покажу здесь. Смотрите, никаких замочков нет. Если я зайду и любые произведу изменения на сайте и не сохранюсь, и, например, выключится свет, у меня в квартире и компьютер выключится, или же я уйду, не сохранившись, и через 15 минут сессия закончится, меня выкинет. Или же мне достаточно просто в другой вкладке браузера перейти в тот же самый меню, и я увижу, видите, здесь замок. То же самое увидит другой администратор сайта, другой пользователь. Он не сможет редактировать, и это очень важно и полезно, если другой человек там работает. Представьте, будет какая-нибудь состыковка, если один человек работает, и в то же самое время с другого компьютера другой человек пытается зайти в эту статью и производить какие-то манипуляции. То есть один человек не сможет сохранить статью, другой там удалит, и люди будут не понимать, что происходит. И поэтому здесь это очень момент продуман. И чтобы снять все блокировки, администратор сайта. Ну, во-первых, можно просто кликнуть по замочку напротив данного элемента, и элемент разблокируется, просто кликнув мышкой. Или же здесь, в этом блоке, у вас будет здесь такая, два элемента. Просто я уже разблокировал, и если здесь будет большой список, можно просто выделить все и разблокировать одним нажатием все элементы. Когда элементов для разблокирования нет, будет стоять галочка. Рассмотрим следующий блок управления. Первая ссылка расширения. Очень полезная будет опция. Здесь будут показаны все установленные, включенные, отключенные, заблокированные элементы на сайте. Здесь есть удобный фильтр, когда вы хотите в списке отыскать, например, какой-то плагин, также выбрав его состояние, если вы знаете, что он отключен. И чем хорош данный инструмент, данная страница? Вдруг вы ранее установили какое-то расширение на Joomla. Плагин, модуль, компонент. Через какое-то время вы нашли ему альтернативу, более интересный вариант, либо он вам стал не нужен. Не надо на сайте копить расширение, которое вы не пользуетесь. Их надо удалять с сайта. Как раз на этой странице вы можете это сделать. Например, вы нашли это расширение, выдели галочкой и здесь будет кнопка удалить. Таким образом расширение удалится из вашей системы Joomla. Но только здесь есть специфические моменты. Если у вас было установлено какое-то большое расширение, это может быть какой-то компонент. Давайте возьмем, в пример, интернет-магазин. Интернет-магазин-компонент может иметь в составе своем еще плюс дополнительные плагины. Вы нашли расширение, удалили именно компонент и забыли о том, что у него были плагины. Плагины могут остаться. Их надо вычищать поштучно, искать. И ведь надо еще знать, что это плагины именно от этого магазина, то есть в этом надо разбираться. Потому что не знающий человек может удалить компонент, плагины останутся и чем чревато. Все это нагрузка на сайт. Так или иначе, в большом или в маленьком размере нагрузки на сайт, но все равно нагрузка есть. Рано или поздно сайт таким образом засорится и сайт будет дольше грузиться у вас на сайте. За этим нужно следить и очень внимательно вообще к этому подходить. Лучше иметь какой-то запасной демо-сайт на другом домене, где вы будете тестировать компоненты и решать для себя, нужно вам это или нет. Не надо на рабочий сайт устанавливать и тестировать целую кучу расширений. Рано или поздно ваш сайт будет очень долго открываться. Следующая ссылка. Установленные языки. Если мы перейдем, видим, что есть русский язык, который мы с вами устанавливали при установке Joomla. Видим, что звездочка, язык назначен по умолчанию. И у нас есть сразу установленный английский язык. В какой-то момент, если это нужно, мы можем переключиться и, по идее, у нас интерфейс должен стать на английском языке. Также отсюда мы можем установить языки. Если мы кликнем, мы попадем на страницу, где мы с вами уже были. Я о ней уже рассказывал. Отсюда можно установить дополнительные языки на сайт. Это если мы хотим сделать сайт мультиязычным. Это мы с вами посмотрели установленные языки. А еще есть языки контента. Вижу тоже два языка. Русский, английский, язык, контента. И также отсюда можно установить. Это мы попадем на ту же страницу установка языка. А вот здесь еще есть кнопка создать. Возможно, позже будут у меня уроки, как сделать мультиязычный сайт на Joomla 4. И я расскажу об этом более детально. То есть это уже здесь уже настраивается мультиязычность. Отсюда. То есть начинается это. Плюс потом дополнительные плагины, модули. Это можно все настроить. Следующая ссылка переопределение констант. Это уже будет очень интересно. Сам очень часто таким пользуюсь на своем сайте Joomla. Давайте об этом поговорим. Здесь вы можете поменять какие-то слова на сайте, которые вам кажутся более правильными. Любые слова. Русский, то бишь английский. То есть, допустим, вы установили какой-то компонент, который не до конца или не переведен на русский язык. Если там есть в самом компоненте возможность редактирования языкового файла, разработчик позаботился об этом и создал языковые файлы, тогда вы сможете поменять его через языковую константу. Просто бывают такие случаи, что разработчик вообще не создал файлов языка для своего компонента. И строки, которые попадаются на сайте, они прямо в Яваскрипте, например, где-то находятся. Но очень такие тонкие. Сейчас моменты вам рассказываю. В общем, не все расширения можно так менять слова на свои. Но я покажу простой пример на примере, вот скажем, модуля авторизации, чтобы просто вы понимали смысл, как работает языковая константа в Joomla. Допустим, мне не нравится ссылка, именно название «Забыли пароль». Я хочу поменять не «Забыли пароль», а «Восстановить пароль». Ну, просто слово. Как это можно сделать? То есть вы должны понимать, что любое практически слово на сайте Joomla можно таким образом поменять. Это достаточно легко. Нужно просто понимать, что делать. Я копирую это слово отсюда, потому что мне нужно его найти. Здесь сначала вам нужно будет выбрать, где нужно найти. То есть это тоже нужно понимать, где искать эту строку. Дело в том, что это фронтальная часть сайта, да? И это русская часть сайта. Это же русский перевод. Значит, это «Забыли пароль» находится, скорее всего, в русском языковом файле. Значит, я выбираю русский и именно сайт. Панель управления – это админская часть. Мне нужно не здесь менять, а именно на сайте. Поэтому я подразумеваю, что, скорее всего, это находится здесь. Это языковая фраза «Восстановить пароль». Выбираем здесь, нажимаем «Создать». Далее мы сначала должны найти здесь этот текст. И искать можно по двум параметрам. Это значение текст. Это то, что мы с вами уже знаем. Вот этот текст. А еще можно искать по константе. Что такое константа? То есть надо выбрать, вписать константу, если вы знаете, как она пишется. И нажмите «Искать». Я вам сейчас ее покажу. Я буду искать по значению текст. Вбиваю в поле текста «Забыли пароль» и нажимаю «Поиск». Результат Joomla находит у меня два элемента, а их может гораздо быть больше. И нужно тоже понимать, какой элемент откуда, к чему подходит. Потому что фраза может встречаться, которую вы ищете, в многих местах на сайте. И бывает нужно реально отыскать и понимать, где она может быть, чтобы изменить там текст, где нужно изменить. И из этих двух вариантов я могу сказать вам. Дело в том, что это реализовано модулем. Это модуль родной Joomla. Login.form. Авторизация на сайте. И вот здесь я вижу, что это и есть модуль. Модуль Login.form. Скорее всего, это «Забыли пароль» и текст от него. А еще есть com. Com – это сокращенно от слова «компонент». Естественно, я понимаю, что «Забыли пароль» и этот «Компонент» – это не тот текст. Скорее всего, модуль. Мне вот этот и нужен. То есть я к чему это говорю? Если вы возьмете не тот элемент для исправления языка, измените язык, обновите сайт. Но здесь вы изменения не увидите, потому что вы не там поменяли. Вот почему это важно. А теперь про константа. Что это такое, как она выглядит, если вы ищете по константу. Константа выглядит вот так. То есть у каждого языковой строчки есть своя константа. И вот «Забыли пароль» выше, то, что я сейчас вам выделил. Вот это и есть константа. В языковом файле, если мы откроем код, то оно там так и выглядит. Идет сначала константа, а потом в двойных кавычках идет уже текст. То есть, смотрите, я тут немножко, возможно, сложные вещи сейчас говорю, но по-другому тут никак не объяснить. Поэтому смотрите. Теперь, если мы точно знаем, что нам нужно переименовать, выделяю, просто мышкой кликаю. Эта информация отображается теперь вот здесь слева. И уже здесь я работаю с текстом. То есть я хочу вот здесь вот заменить слово «место забыли». Я пишу «Восстановить». И нажимаю «Сохранить-закрыть». И вы можете таким образом искать другие фразы, если вы хотите что-то переименовать. И здесь будет целый список потом у вас таких фраз. Вы сразу будете видеть вот это константа. Вот это ее текст. Это в русском файле вы нашли, да, ru-ru. И область сайта – сайт. И пока здесь эта строчка находится, даже если вы будете Joomla обновлять или шаблон обновлять, у вас все равно будет всегда ваша строчка переименованная. И смотрите, как было. Забыли, да? Обновим сайт. Увидим, поменял строчку. Видите, теперь это «Восстановить пароль». Понимаете, как теперь это работает? И это будет всегда здесь находиться. Только если вы удалите это. Например, ну просто давайте эксперимент. Удалить. И обновим сайт. Тогда восстанавливается текст и по умолчанию будет подтягиваться «Забыли пароль». Вот так это работает. Дальше ссылка «Плагины». Это просто ссылка, ведущая на список всех включенных и отключенных плагинов. У нас будет отдельный модуль по самым интересным и полезным плагинам в видеоуроке. Также на эту страницу можно попасть из панели управления плагины. Следующая немаловажная ссылка «Перенаправление». Очень часто и активно я использую на своем сайте fedorvasilev.com на Joomla 3. Это перекочевало с Joomla 3 на четвертую. И давайте посмотрим, как это работает. Для того, чтобы он работал, у нас должен быть включен плагин «Система перенаправления». Он сейчас отключен. И несколько слов сначала, что это такое. Вы можете находить или видеть страницу с ошибкой 404. Страница не найдена. Распространена ошибка. По каким-то причинам у вас не работает больше страница по старому URL-адресу, через который, через поисковик уже к люди вам попадают на эту страницу. То есть в поисковике эта страница есть, а на сайте у вас это 404-я страница. И вы знаете об этом. И вам что-то нужно с этим делать. Дело в том, что люди, попадая на 404-ю страницу с интернета к вам, они тут же закроют ваш сайт и пойдут искать дальше. Что происходит? Вы потеряли своих зрителей, потенциальных клиентов, возможно. Если вы знаете эти страницы на сайте своем, 404-ю, тогда их нужно перенаправлять на другие страницы. Аналог этих страниц. Или это вы можете просто перенаправить на главную, чтобы из поисковика попадает человек, например, по старому URL-адресу на страницу с ошибкой, но там автоматически, моментально, не видя глазом это, джумла перенаправит на страницу, которую вы укажете. И человек из поисковика, минуя страницу ошибки, попадет на нормальную рабочую страницу. Вот так это работает. И мы сейчас на практике это посмотрим. Сначала мы включим этот плагин. Мы можем найти этот плагин в списке плагинов, или мы можем прямо вот отсюда вызвать этот плагин. Первое, что мы делаем, мы включаем данный плагин. Первая опция «Сохранить ссылки» у нас стоит «Включено», так и оставляем. Эта опция управляет коллекцией URL-адресов. Это полезно, чтобы избежать ненужной нагрузки на базу данных. Также компонент собирает статистику по обращению к вашему сайту по неправильным URL-адресам и будет показывать в некий список все ошибки. То есть это может даже быть не ошибки, а просто человек неправильно вбил адрес к вашему сайту, попал, так сказать, на 404-ю несуществующую страницу. Joomla это зафиксирует. То есть ваши действия вы можете потом просто перенаправить. Частые неправильные запросы на главную, например, страницу вашего сайта. И следующие люди, уже совершив ту же ошибку, будут перенаправлены немедленно на рабочую страницу. Следующая опция «Включить имя домена в ошибочные ссылки». Тоже оставляем «Да». И также у нас здесь есть опция «Исключить ссылки». Введите термин или регулярное выражение, которое необходимо исключить при сохранении ссылки. И здесь по плюсу вы можете добавить некий термин. И также это может быть как бы неограниченное количество таких терминов. Здесь я ничего не делаю. Включаю плагин. Эти две опции в положении «Да», «Сохранить», «Закрыть». Плагин успешно сохранился. После включения плагина, когда мы вернемся в компонент перенаправления, то здесь нам система будет оповещать, что плагин наш включен. Изначально, когда мы только это включили, у нас будет нет перенаправлений, и мы можем вручную создать перенаправление. Также есть кнопка «Создать отсюда» и «Массовый импорт». То есть, смотрите, если у вас есть некий список уже под ваш сайт для массового импорта, здесь вот написано, как это сделать, вот пример, то в каждой из новой строчки у вас должен быть структура ваших ссылок. То есть, получается, разделено прямой линией. Old URL – это старая ссылка с ошибкой, то есть, как в примере выглядит, да, и здесь новый URL, и так далее. Если у вас есть такой готовый список, или вы хотите просто вручную здесь все прописать, все ссылки, которые вы знаете, с вашей ошибкой, да, и нажать «Выполнить». Также переменно, если вы писали, например, через запятую, то в общей настройке здесь тоже можно разделитель для импорта поменять, вместо прямой линии поставить запятую. Потому что у вас может быть вот такой файл с готовыми вашими ссылками для импорта, можно заменить. Также есть расширенный режим, можно включить и импортировать состояние. Включить или отключить автоматическое включение перенаправлений после завершения процесса массового импорта ссылок. Далее кнопка «Создать перенаправление» и «Создать» – это одна и та же кнопка. Ведущая, если вы вручную, вот знаете, есть у вас одна ссылка с ошибкой, и вы ее перенаправляете на, например, главную страницу. Вы это здесь можете произвести. Сейчас мы с вами эти поля рассмотрим. Вот смотрите, как Joomla собирает сама, по сути, статистику неправильных обращений по неправильным адресам. Я перейду на главную страницу своего сайта, обращусь в адресную строку своего браузера и искусственно вызову неправильное обращение. То есть, когда человек попадает на несуществующую страницу, я просто к адресной странице подписал несколько цифр. Вот код ошибки 404, страница не найдена. Давайте попробуем другую страницу. Нажму Enter. То есть, которой страницы вообще не существуют. То есть, человек всегда будет видеть вот такую вот страницу. Но есть, правда, ссылка на главную. Перейти на главную. Но не все ей воспользуются. То есть, несуществующие страницы не надо перенаправлять. Если реально на вашем сайте есть страницы с такой ошибкой, то вы можете их перенаправить на нормальную страницу, чтобы не терять трафик. Перейдем сюда, в админскую часть сайта. Обновлюсь. И вот о чем я говорил. Вы видите, Joomla собирает статистику. Я обратился к двум неправильным адресам. И они здесь оба появляются. Состояние выключено. Оба. Я могу зайти в каждую ссылку. Вижу обращение, какое было. И поставить, переходить на главную страницу. То есть, redirect сюда. То есть, с неправильного адреса, чтобы перенаправлял на рабочую страницу, на главную. Пускай страницу. И это может быть любая другая страница рабочая, которая вам интересна. Состояние обязательно включено. Можно написать еще примечание. Дата создания даже Joomla записала. Дата обращения по неправильному адресу. И код состояния можно выбрать. В данном случае 301 redirect это код. Здесь написано перемещен навсегда. То есть, все. Со старого адреса на новый. То есть, если это redirect, то это 301 redirect. Мы здесь ничего не трогаем. Сохранить, закрыть. Видим статус опубликован. Видим здесь теперь новый адрес. Перемещен на новый адрес. И вы можете сделать то же самое здесь. Ну, то есть, для второй ссылки. И здесь будет огромный список. Когда к вам будут пользователи заходить, кто-то пытался в админку попасть неправильно. Вы все это будете здесь видеть. И также действия. Эти ссылки можно здесь в архив. Или удалить отключенные. И мы теперь можем проверить. Смотрите, старый адрес. Как работает redirect. Вот по этому адресу, вы помните, у нас была ошибка. Теперь здесь назначен redirect. Смотрите, как это работает. Я в адресной строке. Проставляю неправильный URL. Нажимаю Enter. И вы даже не увидели redirect. Перенаправление. Вы даже не увидели эту ошибку. А Joomla автоматически видите, перенаправил адрес-то другой. То есть, смотрите, адрес был 234. Нажимаю Enter. Адрес уже. Главная страница. То есть, перенаправление работает. В этом блоке управления у нас с вами осталось две ссылки. Модули сайта, о которых у нас будет отдельная ветка с видеоуроками. Здесь вы можете видеть список модулей сайта. И есть еще список модулей панели управления, которые мы частично касались. Также на эту страницу вы можете перейти с панели управления «Быстрый доступ к модулей». Если, конечно, вы не отключили данную плитку. Дальше. Модули панели управления. Но это вот как раз-таки то же самое. То есть, вы можете и так переключиться между модулями. И, соответственно, здесь выведены две ссылки. На этом урок закончен. Субтитры сделал DimaTorzok